Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь Ушный ролик, как видим, он имеет меньшую длину, ну или скажем, уже И также у него другое отверстие внутреннее, больше Ролик этот имеет свойство бендикса В одну сторону он вращается, в другую нет Стоит этот ролик на рулонном пресс-подборщике Вот этот узел, также нужно сделать втулки на вал Но основная работа ролики Вал тоже выработан, может быть даже сделаю новый вал, посмотрю Вот здесь проходит шпагат, который обвязывает рулоны И все свойства, весь фокус в том, что шпагат туда проходит, а назад Ну в общем, все вы знаете пословицу про золотник И вот здесь такой же принцип В одну сторону Которые ролики лежат на суппорте Это итальянские родные И вот который хероу Вот это не херовый, а герой написано по-английски Это немецкие Выставляю Я даже его выставлял по индикатору сначала А потом заметил, что сам ролик Довольно свободная такая там посадка И он болтается, как... Не знаю что Поэтому особо заморачиваться Центром поджал По отверстию Вот и выставил Вот видите, ступица сама по себе А ролик сам по себе Ну что там, веревку тянуть? Оборотов нет Ну и соответственно точность Металл Непонятно, что за металл Вроде как Даже не знаю, как сказать Но не мягкий Буду растачивать На 19,8 Также внутри имеется шпоночный паз По-моему под шпонку 6 Миллиметров Может быть 5 Не замерил Но это и не надо Потому что способ крепления будет другой Вот видите, ролик болтается Я расточу на 19,8 Потом разверну На 20 Даже можно вот так придержать его Чтоб лишний раз не раскручивался Таких оборотов ему больше не увидеть Не очень удобный ракурс Давайте поменяю положение камеры Замерю Вот отсюда поудобнее Замерю Замеряю Продолжение следует... Продолжение следует... Просверлить отверстие под шплинт. Отверстие сверлить лучше так. Сначала сделать одно отверстие, потом одеть на вал и по готовому отверстию сделать второе отверстие. Иначе не совпадет. Снимаем фаску. Ну, фаски я сниму потом проходным отогнутым. Теперь разворачивать. Да, вот у меня есть прямая развертка на 20 и косая. Так как остался шпоночный паз в отверстии, то я выберу косую, развертку с косым ножом. Поджать центром, чтобы не раздалось отверстие. Это хорошо, что туго. Ну, туго должно быть, сами понимаете, в меру. Иначе развертка довольно хрупкий инструмент. Хотя я вижу, что у некоторых трактористов попадалось зубило сделанное, как раз вот с разверток, с рыберов. Диву даешься просто, на что фантазия механизатора способна. Были случаи, когда даже подвижным центром поймал лет, наверное, 8 назад один из трактористов подвижным центром выбивал у меня отверстие в прокладке на фрезерном станке. Человек, он был новый, проработал, слава богу, он недолго. Я, когда зашел в цех, я обомлел. Так, ну вот, отверстие готово, фаски сняты. Я зашел в цех и обомлел. Смотрю, колотит он, короче, по прокладке подвижным центром. Причем этот центр был рабочий. Я как крикнул на него, у него дрогнула рука, и он отбил еще заднюю часть, крышка там с мелкой резьбой, и он крышку сдвинул на губ. Да, был случай. Так, теперь нужно сделать вот такие капролоновые втулки. Ну, правда, здесь вот еще корпус наплавляли, и видно сварка. Вот как это работает, в общем, не знаю. Надо зачистить сварку, и уже приступать дальше. Вот здесь еще подшарошить сейчас. Ну, для начала сделаю втулки. Закрепим вал. И уже потом будем подгонять ширину роликов. К сожалению, это все не получится в данном видео, потому что у меня сломался патрон. Вот вы видите, белым маркером я выделил сломанную часть патрона. Следующее видео будет про патрон. Поэтому пресс-подборщик отложу до следующего раза. вторая неудачная реставрация, скажем так, сорвавшаяся. Ну, ладно. Что вам сказать? До свидания. Продолжение будет. Продолжение будет. Всем удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...